В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к гражданам рассказал о новых мерах профилактики, принятых для борьбы с коронавирусом. Эти длинные выходные не для дискотек или каких-то тусовок, извините, а для того, чтобы быть максимальной изоляцией. В Ленинском городском округе проводят масштабную работу по дезинфекции детских площадок. Обработка проводится, сначала опрыскивается это все, потом идет следом человек, он протирает это все. Руководство Видное ТВ районной клинической больницы записали обращение к жителям муниципалитета. Не переживайте, не паникуйте, мы с вами. Москва и область, единое пространство, один мегаполис, где в связи с пандемией коронавируса не должны отличаться правила. Об этом заявил губернатор Подмосковья в своем обращении к гражданам. Андрей Воробьев рассказал, какие меры борьбы с вирусом предпринимаются и как уберечь от него себя и близких. Посмотрела прямой эфир с губернатором и Юлия Погасьян. Губернатор Московской области Андрей Воробьев свое обращение к жителям Подмосковья начал со статистики. На 26 марта в регионе зафиксирован 41 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 83 пока на подтверждении. Семеро выздоровели. Важно, что сейчас нет тяжело заболевших. За это время мы с мэром выпустили порядка 10 постановлений. С мэром, потому что Московский регион это единое пространство, единые мегаполисы и наши правила не должны отличаться. Поэтому мы действуем слаженно, вместе, для того, чтобы не уходить в разнобой. Все то, что принимается в Москве, будет действовать и в области. А значит, все кафе, рестораны, бары, клубы, детские игровые комнаты и другие места массового скопления людей с 28 марта закроют. Это касается и всех магазинов, кроме продовольственных. Открытыми останутся аптеки с банками. В кафе можно будет купить готовую еду только на вынос. Не будет проблем и с доставкой. Очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, это понимание, что эти длинные выходные не для дискотек или каких-то тусовок, извините, а для того, чтобы быть максимальной изоляцией. Поэтому огромная просьба, требования, как угодно я готов это определение назвать, но нам максимально нужна изоляция. Губернатор настойчиво просит людей в возрасте от 65 лет уйти на самоизоляцию и не выходить из дома, ведь именно они находятся в группе риска. Таких пенсионеров в области 1 миллион 100 тысяч. Для них предусмотрена материальная компенсация в размере 3 тысяч рублей. Сегодня до конца дня из полутора миллиона, где-то миллион человек уже получит первые полторы тысячи. Вторые полторы тысячи мы выплатим в преддверии окончания карантина, так его можно назвать, 14 апреля. Мы сегодня с утра осуществляем активные очень платежи совместно с выплатным центром. Уже на сейчас обработано у нас платежей, обеспечивающих перечисление 887 тысячам граждан необходимой выплаты. Еще до конца дня мы ожидаем более 50 тысяч платежей, которые также уйдут. Из них порядка 81% это средства, которые зачисляются гражданам на их счета в Сбербанке. Данный банк работает у нас очень оперативно, поэтому средства граждане увидят уже сегодня. У остальных зачисление произойдет завтра. Работающие пенсионеры смогут получить больничный. Для этого надо обратиться по телефону горячей линии, где вам его оформят и пришлют по электронной почте. Если возможности получить электронный больничный нет, то его привезет курьер. Наибольшее внимание сейчас уделяется работе медицинских учреждений. Следят за защитой врачебного персонала. В больницах есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. На сегодняшний день в области 550 аппаратов искусственной вентиляции легких. Еще 700 предстоит закупить. Мы сегодня проводили селектор, тоже здесь из Центра управления региона. Собрали всех врачей. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, убедиться, что все наши инфекционные отделения, их 50, они готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, в Подольске, в Егоревске, в Талдоме. Это новые, в Солнечногорске, это отдельно стоящие здания. Мы их оперативно ремонтируем для того, чтобы оборудовать палаты. Также Андрей Воробьев отметил, что управляющие компании должны максимально ответственно отнестись к дезинфекции подъездов. Образование. Губернатор дал распоряжение обеспечить всех школьников, у которых дома нет компьютеров, ноутбуками из школ, чтобы каждый ребенок мог обучаться дистанционно. Также уже готовы к выдаче продуктовые наборы для детей, получающих бесплатное питание в образовательных учреждениях. Выдача у нас будет организована начиная с понедельника. Соответственно, сотрудники пищеблоков будут эти наборы формировать и на территории школы выдаваться. По графику, чтобы столпотворений никаких не было, то есть график каждый руководитель классный сообщит в родительском чате, и родитель будет приглашен, чтобы комфортно это все происходило. Отвечают у нас за эту работу директора вот этих наших полутора тысяч школ, правильно? Да, Андрей Юрьевич, абсолютно верно. Андрей Воробьев призвал население консолидироваться, чтобы преодолеть трудности. Он поблагодарил всех, кто помогает в решении проблем – врачей, учителей, волонтеров и тех, кто осознанно ушел на самоизоляцию. Юлия Пагасян, Ольга Садовская. Видно этого. Чтобы не допустить распространения коронавируса в Ленинском городском округе, сотрудники управляющих компаний муниципалитета обрабатывают специальными обеззараживающими растворами детские площадки во дворах многоквартирных домов. Наша съемочная группа побывала в жилом комплексе «Государев дом». Дезинфекцией детских площадок, расположенных на территории жилого комплекса «Государев дом», занимается местная управляющая компания. Начиная с 6 утра и несколько раз в течение дня поверхности качелей, каруселей, горок и других игровых элементов, с которыми непосредственно соприкасаются дети, коммунальщики тщательно обрабатывают специальными средствами. Обработка проводится, сначала опрыскивается это все, потом идет следом человек, он протирает это все тряпкой, в принципе, практически сразу можно пользоваться. Также сотрудники компании проводят ежедневную дезинфекцию мест общего пользования. В подъездах жилых домов обрабатываются холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, перила, ручки входных дверей. Соблюдаются все санитарные нормы. Клининговая компания, с которой мы работаем, обеспечивает, соответственно, с постановлением Роспотребнадзора, обработку мест общего пользования сертификатами, которые они предоставили в нашу компанию. С графиком санитарной обработки жители могут ознакомиться на информационном стенде в подъезде своего дома. Такая масштабная дезинфекция в Ленинском городском округе проводится для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Руководство Видновской районной клинической больницы записало обращение к жителям муниципалитета, где рассказало о мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В Ленинском городском округе в полном объеме проводятся профилактические мероприятия. Организованы выездные бригады, которые ежедневно мониторят состояние граждан, имевших контакт с зараженными. У них регулярно берутся анализы и направляются в лабораторию. У нас есть двое пациентов, которые являются носителем этой инфекции. Это двое пациентов, прибывших из Италии. Эти пациенты находятся сразу в этот же день прибытия. Они были госпитализированы в соответствующие учреждения не нашего округа, Московской области. По словам главного врача, заболевания инфицированных протекают в легкой форме. Граждане, недавно вернувшиеся из-за границы, отправлены на карантин. Мы их изолируем дома, самоизоляция. Выдаем им листок нетрудоспособности на 14 дней с момента даты прилета из-за рубежа. И организуем взятие биоматериала на 10-й день. Это если у нас эти пациенты все здоровые. Медики настоятельно рекомендуют не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности. Более подробно о ситуации с обеспечением мер безопасности в нашем округе вы узнаете после выпуска новостей. Мы покажем полную версию обращения гражданам руководства Видновской районной клинической больницы. Ежегодно военно-патриотический центр «Застава» выезжает на вахту, проводит поднятие и захоронение останков советских воинов, погибших при защите Родины во время Великой Отечественной войны. В этом году клуб планирует посетить Новгородскую область. Военно-патриотический центр «Застава» существует уже 25 лет. Выезжать на поисковые работы для них – традиция. Каждый апрель команда центра, его воспитанники и наставники выезжает на вахту, где проводит работу по поднятию и захоронению останков советских воинов. В этом году участие в вахте планирует принять около 30 человек. В планах у нас выезд в Новгородскую область, Демянский район. Там по боевым донесениям 1942-1941 годов немецкие части вермахта были окружены и взяты в котел нашими войсками. В поисковой работе не обойтись без подготовки. Воспитанники изучают историю Великой Отечественной войны и навыки технической подготовки. На выезде их делят на группы. Команды, идущие на раскопки, и наряд, который остается следить за лагерем. Мы приехали, организовали лагерь. Потом уже через несколько дней начали собирать экспедиции. Уходили всем лагерем обычно. На вахте воспитанники знакомятся с историей места не только через поднятие останков, но и через общение с местными жителями. Ты действительно можешь понять, каково это было твоим дедушкам, бабушкам защищать страну. Александра Столярова, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова